Ухудшение состояния пациента чрезвычайно негативно влияет на ваш доход и на вашу репутацию, а также самомнение. Большая ягодичная перестаёт работать, то её функцию на себя принимают мышцы, расположенные в пояснице. Вся ответственность по ухудшению здоровья и причинению вреда пациентам ложится исключительно на вас. Боль в пояснице, как правило, связана не с самой поясницей, а с окружающими регионами. Здравствуйте, друзья и коллеги! Я Станислав Черноног, автор и создатель школы векторного массажа и саматити. И сегодня мы поговорим про чрезвычайно значимую тему. Боль в пояснице, её причины и что, собственно говоря, делать с этой болью. Как её лечить так, чтобы помогло. Сразу хочу сказать, что боль в пояснице, лечение боли в пояснице – это по-настоящему большие деньги. Так, например, по данным Ассоциации хиропрактиков Соединённых Штатов, порядка 80% бюджетов страховой медицины на хиропрактику тратится именно на боль в пояснице. Успехи по лечению боли в пояснице весьма сомнительны при этом. Они тратят огромные деньги на лекарства, они тратят огромные деньги на хирургию, они тратят огромные деньги на инъекции и получают крайне незначительные результаты. Почему так происходит? Дело в том, что боль в пояснице, как правило, связана не с самой поясницей, а с окружающими регионами. Итак, если мы с вами посмотрим на то, как сделана поясница, мы обнаружим, что поясница – это кусочек позвоночника, который соединяет между собой грудной отдел позвоночника и крестцовый отдел позвоночника, фактически стабильный таз, фактически малоподвижный грудной регион соединяется длинной, достаточно подвижной частью. Если вы являетесь счастливыми обладателями сотовых телефонов, у которых есть зарядки, то вы знаете, что зарядка чаще всего ломается в месте прикрепления проводочка гибкого и подвижного к статичной базе. Чаще всего проблемы возникают в местах, где жесткое соединяется с мягким. То же самое мы можем сказать про позвоночник. Частые проблемы возникают либо в верхнем поясничном отделе позвоночника, либо в нижнем поясничном отделе позвоночника, где относительно подвижный поясничный отдел позвоночника переходит в малоподвижный грудной и в крестцовый отдел. Давайте будем последовательно разбирать каждый кусочек, который может привести поясницу к проблемам и, следовательно, к боли. первая и самая основная причина того что у человека случаются боли в пояснице заключается в том что у человека есть проблемы в тазовой области прежде всего проблемы с ягодичными мышцами дело в том что большие ягодичные мышцы которые расположены у нас сзади сбоку главная их функция это отведение ноги назад в тот момент когда наш пациент потенциальный ходит он должен раздебать ногу то есть выполнять движение экстензии в тазобедренном суставе если большая ягодичная мышца по каким-то причинам работает неправильно то нагрузка будет перекладываться на поясницу то есть вместо того чтобы отводить ногу назад человек будет отводить весь регион таза назад что будет приводить к тому что объем движения в между поясничными позвонками будет увеличиваться что будет потенциально приводить к возникновению грыж межпозвоночных дисков ведь если некоторая структура должна находиться в маленьком ограниченном объеме а потом этот объем существенно увеличивается существенно возрастают риски что эта структура начнет гулять туда-сюда и может выскочить из положенного пространства то же самое происходит и с межпозвоночными дисками которые приобретают избыточный диапазон движения что приводит к тому что они в какой-то момент выскативают из пространства между позвонками и возникают грыжи межпозвоночных дисков огромное количество специалистов тратят огромные ресурсы огромные деньги на то чтобы вылечить грыжи межпозвоночных дисков но надо понимать что до тех пор пока мы не разберемся с ягодичными мышцами не научим организм нашего пациента правильно работать с движением разгибания в тазобедренном суставе у нас не существует возможности вылечить проблемы по пояснице что же делать в этом случае мы некоторое время назад сняли очень подробное и качественное видео по работе с большой ягодичной мышцы если вы его еще не видели переходите по ссылочке там есть много хорошей и полезной информации кратко суммируя результаты этого видео мы можем сказать что вам поможет массама массаж при помощи мячика мест прикрепления большой ягодичной мышцы по крестцу и тазовым костям с одной стороны упражнения на изолированное напрягание большой ягодичной мышцы после массажа или если вы не поняли о чем я говорю вы должны записаться к специалисту для которого слова которые произношу не является пустым звуком еще одной частой причиной боли в пояснице будет являться нестабильность крестцового отдела позвоночника дело в том что в некоторых случаях у нас происходит перекос таза это огромная сложная проблема про которую я даже не буду пытаться вам рассказывать в видео для youtube а что стоит понимать существует ситуации когда таз перекашивается существует множество причин по которым он может перекоситься если таз перекосился то это будет приводить к тому что связки которые удерживают тазовые кости вокруг крестца будут получать асимметричную нагрузку и будут асимметрично растягиваться может статься что некоторые связки будут избыточно растянуты а другие противоположные наоборот укорочены это будет приводить к тому что будет выключаться весь регион таза будут выключаться большие ягодичные мышцы средние и малые ягодичные мышцы четырехглавая мышца расположенная спереди мышца напрягающая широкую фасцию бедра и как если бы вам было мало будет напрягаться и подвздошно-поясничная мышца неправильным образом как выяснить перекошен ли у меня таз вы ложитесь на спину и просите кого-то из ваших близких посмотреть насколько у вас ноги одинаковой длины чрезвычайно редко ноги имеют разную длину в силу разности длины костей лишь каждый двухсотый пациент имеет ноги разной длины и если вы наблюдаете что длина ног у человека который лежит на спине разная то это будет говорить о том что скорее всего имеет место перекос таза в этом случае нам нужно погрузиться в исследование поясничного отдела позвоночника насколько у нас ими насколько тонус мышц поясницы симметричен насколько симметричны большие ягодичные мышцы и насколько болезненные места прикрепления связок крестца по бокам крестца мы чрезвычайно подробно я бы даже сказал дотошно разбираем ситуацию с перекосом таза в нашем курсе по кинезиологии таз и ноги ссылочка на этот курс прилагается к описанию к этому видео смотрите и получайте удовольствие многие вещи которые вам были непонятны станут для вас совершенно очевидны что стоит осознать что ощущение от воспаленных и перерастянутых связок крестца будут коренным образом отличаться от состояния тридерных точек по большой ягодичной мышцы если мы говорим про проблемы в большой ягодичной мышцы то тридерные точке в большой ягодичной мышцы будут объемными и будут давать нам ощущение распирания если мы говорим про тридерные точки по связкам то это очень локальные точки которые пациентам воспринимается как колющие или режущие соответственно необходимо работать как с местами прикрепления большой ягодичной мышцы по костям прорабатывать все тридерные точки в местах прикрепления большой ягодичной мышцы а также обязательно прорабатывать связки крестца потому что мы можем вылечить все все мягкие ткани можем более-менее восстановить баланс мускулатуры но если мы не пролечим связочный аппарат не видать нам здорового симметричного таза а следовательно не видать нам здоровой и счастливой поясницы в двух третях случаях когда вы работаете с большой ягодичной мышцы и со связками крестца боль в пояснице исчезает уже после первого сеанса качественно проведенной работы работа с большими ягодичными может занять у вас и у вашего пациента вплоть до часа только на тазовый регион правильная работа по тазовому региону приводит к тому что изначально болезненные места по местам прикрепления мышц тазу и крестцу становятся безболезненными и человек начинает ощущать тепло и глубинное расслабление в регионе таза это очень специфическое ощущение если пациент вам о нем не говорит значит вы работаете не туда увы существует как всегда огромное количество подробностей которые абсолютно невозможно весь вместить формат youtube видео следующим моментом который часто бывает сопряжен именно с проблемами по ягодичным мышцам и по крестцу будет состояние квадратные мышцы поясницы дело в том что в тот момент когда какая-то мышца большая ягодичная перестает работать то ее функцию на себя принимают мышцы расположенные в пояснице именно проблемы по чрезмерному напряжению квадратные мышцы поясницы и воспринимается большинством пациентов в качестве боли в пояснице это чрезвычайно глубоко расположенная мышца она расположена в третьем слое по задней поверхности есть мышцы раздебателя поясницы несколько слоев и под ними уже глубже глубже чем косые мышцы живота залегает квадратная мышцы поясницы в случае если у человека не работает та или иная ягодица ее функцию принимает на себя мышцы поясницы именно квадратная мышцы поясницы и если у нас есть проблемы по левой ягодицы то про то левая квадратная поясница будет избыточно напряжена и болеть а правая квадратная поясница будет избыточно перерастянута именно с правой стороны по стороне максимально растянутой квадратные мышцы поясницы будут возникать выбухание межпозвоночных дисков таким образом задача по восстановление функционирования поясничного отдела позвоночника по восстановлению функционирования межпозвоночных дисков будет расслабление избыточно напряженной квадратной мышцы поясницы и пролечивание перерастянутой квадратной мышцы поясницы по диагональной стороне от проблемной ягодицы как всегда существуют подробности и мы говорим как правило о диагональной схеме проблемы у нас есть левая проблемная у нас есть левая перенапряженная и правая проблемная но эта схема соответствует истине лишь где-то в двух третях случаев если вы хотите разобраться как лечить сто процентов пациентов вам придется копать глубже следует отчетливо понимать что проблемы по квадратные мышцы поясницы как правило является следствием по проблемам мышц таза в частности большой ягодичной мышцы соответственно до тех пор пока вы не уберете проблематизацию по большой ягодичной мышцы до тех пор пока вы не залечите связки крестца совершенно бессмысленно работать с поясницей мы работаем с квадратной мышцы поясницы исключительно для того чтобы снять последствия неправильно работающих мышц таза работа с квадратной мышцы поясницы приведет лишь к исчерпанию ее ресурса мы на некоторое время получим улучшение потому что мы привлечем ресурсы в проблемную квадратную пояснице но в силу того что она является ничтожной по объему по сравнению с ягодицей и проблемная ягодица будет неизбежно перегружать слабенькую и маленькую квадратную мышцы поясницы если мы будем работать только и исключительно с поясницей у нас будет кратковременное улучшение с последующим ухудшением это чрезвычайно негативно влияет на здоровье пациента а ухудшение состояния пациента чрезвычайно негативно влияет на ваш доход и на вашу репутацию а также самомнение потому что вам хочется и нравится быть классным специалистом следующей важной частью работы с поясницей как ни странно будет работа с диафрагмой дело в том что диафрагма эта структура которая разделяет нам грудную клетку и брюшную полость это главная дыхательная мышца и подробностью про нее будет понимание того что она стабилизирует нам нижние ребра а нижние ребра это места прикрепления косых мышц живота у нас есть соответственно наружные косые мышцы живота которые заходят на ребра чуть на уровне пятого шестого ребра у нас существуют внутренние косые мышцы живота которые крепятся по реберному краю и у нас есть поперечная мышца живота которая стабилизирует нам состояние брюшной полости все эти мышцы чрезвычайно важны для поддержания давления в брюшной полости дело в том что в норме существенная часть нагрузки на поясницу перекладывается на брюшную полость в тот момент когда у нас существует жесткие линии которые удерживают содержимое содержимое брюшной полости внутри брюшной полости мы можем опираться на содержимое брюшной полости как на водяной пузырь порядка 50 процентов нагрузки когда вы поднимаете вес перекладывается на брюшную полость соответственно слабость мышц живота приводит к существенному росту нагрузки на поясницу а состояние мышц живота коренным образом зависит от состояния диафрагмы дело в том что мышцы которые крепятся к нижним ребрам фактически крепятся к местам которые стабилизируются диафрагмы если ваш пациент неправильно дышит если ваш пациент находится в стрессе если у него есть проблемы по иннервации диафрагмы все это будет приводить к ослаблению мышц живота это довольно некрасиво с точки зрения эстетики живот будет вываливаться но что гораздо хуже проблемы по брюшной стенки будут приводить к тому что нагрузка будет избыточной ложится на позвоночник а это в свою очередь будет приводить к болям в пояснице к межпозвоночным грыжам и прочее 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 а все это завязано на состоянии диафрагмы поэтому работа с диафрагмой является обязательной при болях с поясницей особенно если работа с большой ягодичной и со связками крестца из квадратной поясницы не привела вас к должным результатам и наконец последнее о чем я хотел бы поговорить эта работа с подвздошно-поясничной мышцы если мы говорим о квадратные мышцы поясницы то мы говорим о том что она расположена максимально глубоко по задней поверхности поясницы а когда мы говорим про поясничную мышцу то она расположена максимально глубоко по передней поверхности нашего корпуса она расположена между позвоночником и органами брюшной полости то есть кишечника существует специфическая работа с поясничной мышцей для того чтобы войти в поясничную мышцу мы должны зайти в пространство между толстым и тонким кишечником если вы не понимаете о чем я говорю и как это сделать не рекомендую вам повторять это в домашних условиях важным моментом однако же здесь является понимание того что позвоночник имеет довольно большую высоту если мы посмотрим на размер позвоночника мы обнаружим что от остистых отростков до тел позвонков существует довольно обширное расстояние то есть когда мы заходим в живот человека то мы можем обнаружить что посередине когда мы надавливаем в пространстве между толстым и тонким кишечником мы можем прощупать позвоночник соответственно если вы хотите проработать состояние поясничной мышцы то вам необходимо зайти в пространство между тонким и толстым кишечником найти глубину на которой расположен позвоночный столб и выполняя колебательные движения через бедро почувствовать как поясничная мышца последовательно то расслабляется что напрягается и таким образом вы в состоянии проработать места воспаления и места недостаточной функциональности поясничной мышцы если у вас нет должной подготовки то вы должны понимать что вся ответственность по ухудшению здоровья и причинению вреда пациентам ложится исключительно на вас тот кто хочет войти в эту тему безопасно и гарантированно я еще раз рекомендую вам обратиться к курсу по кинезиологии ссылка на который приложена к этому видео завершение хотел бы сказать что мы перечислили пять тем это работа с ягодичной мышцы со связками крестца с квадратной мышцы поясницы с диафрагмой и наконец поясничной мышцы надо понимать что в двух третях случаях работа с крестцом и с ягодичными мышцами позволит вам буквально за короткое время снять боль в пояснице у вашего пациента если ситуация зашла далеко то потребуется выработать также с квадратные мышцы поясницы если вы хотите получить долгосрочные результаты которыми человек будет наслаждаться на протяжении долгих лет вам придется разобраться в том как работать с диафрагмой из поясничные мышцы а возможно также из поперечные мышцы живота в некоторых случаях и этого будет недостаточно вам придется научиться работать с желчевыводящими путями с шеей а также с внутренними органами к сожалению тема поясницы не проста именно поэтому к счастью она приносит такие большие деньги и поэтому у вас есть основания двигаться дальше разбираться в том как это работает проблемы с поясницей могут быть решены множество раз я наблюдал пациентов которые не могли двигаться не могли встать с кровати даже не могли дойти до туалета правильная работа приводит этих людей к восстановлению функции к восстановлению нормальной работы поясницы таза пищеварительной системы полному восстановлению функции друзья исследуйте анатомию физиологию изучайте человеческое тело друзья мне будет очень интересно прочитать ваши комментарии о случаях исцеления вами поясницы что было что вы делали для того чтобы ее излечить и насколько долго хватило результатов пишите в комментариях подписывайтесь на наш канал векторного массажа и саматити канал где мы учим вас делать массаж и зарабатывать на этом деньги а главное испытывать гордость за результаты своей деятельности с вами был станислав черноног до новых встреч друзья